Здравствуйте! Вы смотрите программу Актуально. Меня зовут Надежда Кольчук и у нас в гостях сегодня Светлана Евгеньевна Мельникова, директор Государственного музея-заповедника Херсонес Таврический. Здравствуйте! Здравствуйте! Коллегия Министерства культуры одобрила концепцию развития Государственного музея. Концепция была представлена вами. Прежде всего, на сколько лет рассчитана концепция развития музея? Ну, мы предполагаем, что как минимум она будет реализована в течение ближайших 10 лет. Это большой срок? И очень большой, и очень маленький. Все зависит от того, насколько быстро и последовательно будет финансирование данной программы. А финансироваться будет из федерального бюджета? Нет, источники совершенно разные. Это могут быть, прежде всего, федеральные финансирования, так называемые госзадания. Кроме этого, это так называемые целевые программы, программы культуры России, инвестиционные программы. Это спонсорские пожертвования, благотворительные. С точки зрения материальной базы, как будет развиваться музей? Ну, нам бы очень хотелось самым серьезным образом заняться именно этой частью, потому что, к огромному сожалению, необходимость принятия концепции была связана с тем, что в течение практически 20 лет Херсонес-Таврический не финансировался. Поэтому сегодня, так сказать, во главу угла поставлены совершенно прозаические вещи. Можно начать хотя бы с того, что в музее нет подводки газа. Мы отапливаемся печами. Идет отопление углем, что абсолютно невозможно. Некоторые помещения в холодную пору отапливаются просто кондиционерами. И понятно, что это совершенно невозможная трата электроэнергии, колоссальные затраты. Надо решать такие проблемы, как канализация, водоснабжение, освещение. Конечно, это роскошь, но бы очень хотелось сделать архитектурную, художественную подсветку территорий и памятников Херсонеса Таврического. Надо сказать, что прошлый год для нас был очень интенсивным и удачным годом. И даже несмотря на то, что нам сложно зарабатывать, вы знаете, у нас свободный вход, и все было бесплатно, экскурсионное обслуживание. А тем не менее, музей все-таки смог немножечко заработать деньги. Денег и на собственные средства мы заказали проект подсветки центральной части заповедника. В ближайшее время он будет отдан на согласование Министерства культуры. А дальше уже вопрос финансирования. Если будут деньги, то мы сможем это реализовать. Для нас очень важна работа по сохранению памятников. Ведь самая главная миссия музея – это сохранение материально-культурного наследия. Как памятников археологии и архитектуры, так и памятников, которые хранятся в наших фондах. Концепция предполагает большую работу в этом направлении. К огромному сожалению, очень многие памятники находятся практически в руинированном состоянии. Поэтому работать придется очень много. Планируется ли расширение фондового хранилища? И будут строиться новые объекты или реставрироваться уже построенные? Что касается основной площади Херсонеса, это так называемое городище, то мы абсолютно ничего не можем там строить. И связано это с тем, что, во-первых, это зона городища и некрополя. Хотя при наличии охранных раскопок строительство можно было бы осуществить, проведя необходимые археологические исследования. Но это зона, которая входит в список с миром наследия ЮНЕСКО. Поэтому в каком состоянии, с какими объектами вошли в список наследия, ничего не добавить, не убрать нельзя. Поэтому строительство может осуществляться только на каких-то других участках. И как раз на тех, где нет памятников. В настоящий момент уже это дело решенное. В районе бухты Омега, очевидно, уже наши зрители об этом знают, будет строиться достаточно большое здание фонда хранилища. И сейчас документы, проектно-смертная документация, находятся на финальной стадии согласования. И в этом году начнутся уже строительные работы. Окончание работ 2018 год. Но я хочу сказать, что даже с учетом строительства этого здания, фонда хранилища, нам помещений для хранения фондов будет недостаточно. Потому что раскопки идут постоянно, каждый год, и ни одна экспедиция. И примерно на тысячу предметов каждый год пополняются наши фонды. А что делать тогда? Включать в концепцию дополнительные здания, которые нужно за 10 лет построить? Прежде всего, наверное, надо суметь сделать реконструкцию и ремонт существующих зданий. Это будет очень непростая история, потому что эти здания, многие постройки конца 19-го, начала 20-го века. И многие построены даже без фундаментов. Их инженерное состояние утручающее. Поэтому нужно будет сделать очень серьезную проектно-сметную документацию. Для того, чтобы их укрепить, привести их в нормальное инженерное состояние. Может быть, где-то удастся согласовать такие решения, как перекрытие между старыми зданиями прозрачной кровлей, создание так называемых атриумов, где можно было бы хранить какие-то памятники, особенно камни, создать такой лопидарий. Встанет вопрос, каким образом представлять нашу замечательную коллекцию мозаик. К огромному сожалению, в прошлом году был не реализован очень важный проект. Мы согласовали документацию на строительство Пифасария. Кто бывал в Херсонесе, знают такое длинное, жуткое, убогое строение. Даже не знаю, с чем его сравнить. То ли сарай ужасное. И были сыграны торги. Был заключен контракт на проведение этих работ. И мы с нетерпением ждали, когда начнутся работы. Но фирма, выиграющая работа, просто не появилась. Как такое возможно? Вот такое в моей жизни, за всю мою очень долгую жизнь в музейном пространстве впервые. Самое потрясающее, что это повторилось и на еще одном объекте, на строительстве центральной проходной. Это очень жалко, потому что это лицо музея. Понятно, что эти деньги были возвращены Министерству культуры с объяснением, каким образом. Повторную процедуру уже просто невозможно было проводить. Заканчивался год. И только сказать, жаль, очень жаль. В этом году мы уже получили, по так называемой 612 субсидии, гарантированно 31 миллион. Но что называется, дай бог, если нам это хватит, для того, чтобы капитально отремонтировать первое здание. Это очень важный объект, я бы сказала, стратегический, потому что здание не имеет никаких коммуникаций. Его нужно очень серьезно капитально ремонтировать и приспосабливать для отдела экскурсионного приема, организации экскурсий. И туда будут приведены некоторые службы музея. Таким образом, высвободятся помещения в основном здании. И дальше уже можно будет двигаться по увеличению экспозиционных площадей. То есть, если освободятся какие-то помещения, можно сказать, что увеличится количество выставочных площадей. Да. Именно так. Потому что сегодня состояние вот этой музейной составляющей, херстанец-таврическая, ну, скажем так, слабое. У нас одна единственная экспозиция. Это экспозиция истории византийского периода. И она была создана уже в очень далеком 1983 году. Очень жалко, потому что херстанец обладает совершенно уникальными памятниками, потрясающими по художественной выразительности, по значимости, древними памятниками. И, конечно, хотелось бы все это выставить достойно. Сейчас идет очень тяжелая работа, такая очень спорная, по созданию экспозиции античной истории. Мы очень надеемся, что эти работы все-таки летом будут завершены, и мы достойно встретим наш профессиональный праздник, праздник археологов. Катастрофически не хватает выставочных площадей. Наши коллеги из Центральных музеев России очень любят херстанец, очень трепетно к нему относятся и готовы представить херстанецу лучшие свои выставочные проекты. Но серьезные выставки, особенно когда это связано с драгоценными металлами, требуют очень жестких правил их экспонирования. Так называемый Facility Report. Он должен соответствовать стандартам безопасности. Вот на сегодняшний момент таких помещений в Херсонесе нет. Но мы над этим работаем. И уже в самое ближайшее время мы надеемся, что у нас будет два выставочных зала, полностью соответствующих этим требованиям. Первый – это под залом античной истории. А второй – мы немножечко, скажем так, сгруппировали отделы византийской истории и высвободили один зал. Сейчас ведутся такие косметические ремонтные работы. Так что надеемся, что будет еще один выставочный зал достаточно быстро. Достаточно быстро – это уже в этом году? Конечно, конечно. Это уже вопрос полутора-двух месяцев, самым худшим, самым длительным. У вас довольно быстро все реализовывается. Вот как вы рассказываете, что издание построят уже в следующем году, а концепция аж на 10 лет. То есть гораздо более масштабные проекты заложены? Или вы просто поэтапно все реализуете? Ну, концепция очень насыщенная и многоплановая. Она включает буквально все. Здесь и реставрационная работа. Ну вот представьте, у нас есть средневековые крепости в Анкермане и в Балаклаве. Чимбалы и Коломит. И там только проектные работы займут очень много времени. Потому что мы взяли памятники, но очень трудно это объяснить неподготовленному слушателю. Нужно очень много документов, фиксирующих память со всех сторон. Так называемый объектовый состав, все вот эти историко-культурные экспертизы и так далее. И только при наличии всего комплекса документов можно уже дальше запускать процесс проектирования, дальше на экспертизу и только после положительной экспертизы уже заявляться на ремонтные работы. Это длительная история. А учитывая, что комплекс Чимбалы очень большой, нам в прошлом году удалось запроектировать только часть этого комплекса. Это две куртины, это промежутки между стенами, защитные сооружения и две башни. И вот сейчас как раз ждем выхода этих документов из Министерства культуры, для того, чтобы уже дальше можно было запускать их в работу. Но это история дорогостоящая. Вот только по этому объекту реставрационная работа сумма может составить около 130 миллионов. Мы очень надеемся в этом году получить дополнительное финансирование. Мы обосновываем это перед Министерством культуры и очень просим, учитывая, что наш объект входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, хотелось бы провести реставрационные работы на так называемой 19-й куртине. Севастопольцы его прекрасно знают. Когда входишь в Херсонес, с правой стороны хорошо видны защитные сооружения, так называемый перебол. И вот одна часть стены закрыта уже потерневшими такими темными досками. Это вот остатки строительных лесов еще украинского периода. Вот именно эту часть, куртину, она в аварийном состоянии, очень бы хотелось в этом году отреставрировать. Ну а дальше история очень большая. Не забывайте, что у нас 30 участков входят помимо городища. Это в общей сложности, если собрать все вместе, 418 гектар. Это остатки древних усадеб, остатки памятников. Их надо фиксировать, музеифицировать, надо их приспосабливать для экскурсионного показа. Ведь практически все это сегодня либо показывается таким, ну что ли, варварским, хаотическим путем, либо просто не музеифицированное. И эта работа колоссальная. Необходимо серьезно укреплять материальную базу, чтобы реставрировать наши предметы. Ведь вещь нельзя просто вынуть из раскопа и представить, да, положить на полку и представить нашим зрителям. Сначала вещь попадает в реанимацию. Ведь медицина и реставрация – это очень близкие понятия. И в одной науке и в другой главное не навредить и сохранить. И я очень горжусь тем фактом, что в минувшем году пять реставраторов Херсонесского музея-заповедника получили государственную аттестацию, Министерство культуры получили категорию. То есть это уже реставраторы, которые имеют категорийность. И мы будем двигаться и дальше в этом направлении. Я очень надеюсь, что в этом году к нам приедет специалист из Института реставрации имени Грабаря, из центра, и прямо здесь на месте будут учить наших реставраторов. Я надеюсь, что мы к этой работе подтянем наших коллег-реставраторов из других музеев. Без реставрационного центра, оборудованного, снабженного специалистами с категорией, конечно, ни один музей работать не может. И у нас, конечно, очень много планов по созданию новых музейных экспозиций. Дело в том, что в Херсонесе Таврическом работает один очень интересный отдел, отдел подводной археологии. И в этом году нам с помощью Министерства культуры удалось его очень серьезно укрепить. Во-первых, мы купили кораблик. Ну, кораблик не кораблик, но плавсредство, которое способно принять на борт 9 исследователей. Мы купили необходимые костюмы, мы купили подводную камеру с обзором 360 градусов. Куплены очень, так сказать, другие очень важные, нужные инструменты для проведения этих исследований под водой. Так что я очень надеюсь, что нас ждут новые открытия, новые находки. А вот в районе, так сказать, бывшего так называемого яхт-клуба, который хорошо известен, да, севастопольцем, есть такой остов недостроенного какого-то ангарно-гаражного типа, который уже есть, это данность, на серьезном фундаменте. И вот если удастся грамотно запроектироваться и получить согласование, то на основе этого строения очень бы хотелось, и уже эскизное предложение мы подготовили, сделать экспозицию Херсонеса-море. Мне кажется, это было бы очень интересно и привлекло бы огромное внимание посетителей. В одной статье читала, что для того, чтобы реализовать вот этот план музея подводной археологии, вы даже предлагали такую идею, как пришвартовать корабль у берегов Херсонеса. Для того, чтобы, так как помещение новое строить нельзя, это решило бы проблемы. Мы будем пробовать все варианты. Если удастся согласовать эту постройку, то пусть она будет такой вот стационарной. Если это никак не будет, это будет, не пройдет согласование по каким-то причинам, то значит будем искать другие пути. Нам очень бы хотелось продолжить морскую тему, ведь мы стоим на море. И Херсонес, как город-полис, обязан своим появлением вот этим кораблям, которые приплыли сюда, грекам, которые решили основать здесь новую колонию. И вот эта идея моря, она как бы главенствующая. Херсонес был очень важным портом, занимался торговлей. И если бы мы использовали наш причал, существующий, и гости, и горожане могли бы попадать в Херсонес не только с помощью наземного транспорта, но и морем, это, во-первых, очень серьезно разгрузило бы нагрузку на эту несчастную улицу древнюю, где невозможно практически развернуться автобусом. И все прекрасно знают, что улица забита, это невыносимо. А с другой стороны, добавило некое романтическое восприятие пребывание в Херсонесе со стороны моря. Мне кажется, это было бы здорово. И кроме этого, хотелось бы предложить нашим гостям совершенно неожиданные новые экспозиционные решения. Ну вот, например, мало кто знает, но в Херсонесе Таврическом есть совершенно особенный отдел антропологии. И у нас собрана такая научная коллекция останков людей. Понятно, что идут раскопки в Некрополе, находят останки костные, черепа. И вот сейчас мы ведем переговоры со знаменитым центром Герасимова для того, чтобы воссоздать облики херсонеситов разного времени. И нам кажется, что было бы очень интересно показать людям лики Херсонеса. Вот такой план существует, и мы вплотную уже подошли к его реализации. Не хочется ограничиваться только темой античной истории, истории римского периода, византийской истории. Давайте помнить о том, что на территории Херсонеса есть памятники более современные. Это памятники Первой и Второй мировых войн. И эти памятники тоже хотелось бы, конечно, включить в зону показа. И вот в нашей концепции мы отражали и эти вопросы. Ну, что называется, планов громадье. Поэтому, поверьте мне, и на 10, и на 20 лет Херсонесу работы хватит. Только интересных проектов. Почему раньше они не реализовывались? Почему они сейчас влились в концепцию, которая только недавно была представлена? Ну, во-первых, я хочу сказать, что коллеги работали над концепцией и раньше. И было очень много сделано с точки зрения сохранения памятников, развития музейного дела. Ведь прежде всего Херсонес Таврический — это не просто музей, это очень серьезная такая научная институция. Работает очень много научных сотрудников, ведутся раскопки и так далее. И давайте помнить о том, что Херсонес совсем недавно вошел в семью федеральных российских музеев. А это, что называется, дорогого стоит. И Херсонес действительно достоин этого высокого здания федерального, или, как я люблю говорить, державного музея. Пошло финансирование. А когда есть деньги, уже можно фантазировать, и уже можно что-то придумывать, понимая, что реализация возможна. Мне кажется, что, наверное, это главное такое объяснение. Но вот в прошлом году для нас очень важно было показать, прежде всего, севастопольцам, что музей движется вперед, что музей действительно работает. И мы просто счастливы, что удалось реализовать проект воссоздания Старого фонтана. Мне кажется, это какой-то такой особенный образ Херсонеса. И я помню, сколько было в соцсетях разговоров по этому поводу, сколько было и критики. Но вот сейчас мне приятно и радостно от того, что фонтан приняли, что вот эта работа большая, которая была проделана, ее увидели. И севастопольцев ждет торжественное открытие фонтана. Я очень рада, что удалось сделать лестницу вот к 35-й базилике. Та лестница, которая была, она была без арматуры, без серьезной основы. Она была вся искореженная, разбитая трещинами. А ведь посещаемость музея-заповедника летом в будние дни 6 тысяч, в воскресные дни от 8 до 12 тысяч. И, кстати говоря, здесь надо сказать еще об одном очень серьезном моменте. Институт имени Лихачева по заказу Министерства культуры, по заказу Хессанаси Таврического провел исследование по так называемой антропогенной нагрузке на памятник. И это тоже надо учитывать, потому что мы имеем дело с очень сложным памятником, даже не архитектурным, а археологическим городищем. Поэтому в летний период, в период колоссального наплыва посетителей, будут такие моменты, когда мы будем просить желающих попасть на территорию какое-то время подождать. Потому что уже рассчитана вот эта нагрузка, количество одновременного пребывания туристов, и мы должны, тем более, что это памятник ЮНЕСКО, все эти требования выполнять. Информоагентство РИА Новости Крым приводит слова генерального директора государственного эрмитажа Михаила Петровского, который подчеркнул, что фондохранилище, создаваемое в заповеднике, должно быть максимально открытым, что сейчас и есть. А вход в некоторые памятники на территории Херсонеса имеет смысл сделать платным. И вот на пресс-конференции недавней в Симферополе вы тоже отметили, что вам, как директору, важно не то, чтобы сделать вход платным, а важно сохранить то, что есть в Херсонесе. Вы знаете, то, что Херсонес открыт свободно для наших посетителей, это, конечно, здорово. И об этом может мечтать каждый музей. Но если мы обратимся к опыту зарубежных музеев, то те музеи, которые работают на бесплатной основе, они, как правило, имеют очень серьезные попечительские советы. Но вот у нас еще, наверное, мы не дошли до такого понимания, что это очень престижно, имея достаточные средства, серьезно поддерживать какие-то важные объекты культуры. Мы на пути к этому. И, кстати говоря, в прошлом году три организации внесли спонсорский вклад для того, чтобы в какой-то степени компенсировать музей-зуповеднику так называемую упущенную прибыль. Ведь если мы просто посчитаем, в прошлом году у нас было миллион сто двадцать и одна тысяча посетителей. И даже при минимальной стоимости билета понятно, что музей бы заработал ну, где-то около 60 миллионов заработок был. Но, с другой стороны, вот эта территория музея, она воспринимается жителями Севастополя, я это уже поняла, как некая, ну, скажем так, зона отдыха, зона восстановления. Приходят матери с колясками. Меня очень умиляет вот эти бабушки, которые просто садятся, сажают своих малышей, смотрят на море. И одно дело, один раз купить входной билет в музей, да, а другое дело, приходить каждый день с ребенком. Это разные вещи. Каким бы льготным ни был билет. Поэтому мы в этом году пришли к пониманию того, что вход остается бесплатный. Мы очень надеемся, что все-таки кто-нибудь из благотворителей нам поможет как-то с этим вопросом. Но экскурсионное обслуживание с 1 января этого года в музей-заповетнике платное. И более того, мы сделали набор на курсы внештатных экскурсоводов для того, чтобы подготовить нам помощников, которые смогли бы справиться с тем большим потоком, который, конечно, в летнее время упадет на Херсонес-Таврический. Мы очень надеемся заработать определенные деньги. Что касается планов, я скрывать не буду. План по заработкам, которые мы получили в этом году, составляет 13 миллионов рублей. Их надо заработать. Кроме того, мы очень хотим расширить нашу сувенирную базу. Конечно, можно пойти по пути организации каких-то там ресторанов, кафе и так далее. Но вот мне кажется, что для Херсонеса-Таврического это достаточно сложный вопрос. Потому что чисто эмоционально воспринимать вот эту зону, которую во всем мире называют русскими помпеями, но не хотелось бы ее перегружать вот такими конструкциями. Хочется вот эту аутентичность, очарование, ощущение вот этого пространства сохранить. Поэтому мы стараемся максимально деликатно подходить, при всем желании заработать, к этому вопросу. Но тем не менее, есть еще такая статья, как охранные раскопки. Так что будем надеяться, что к нам будут обращаться с просьбой снимать фильмы. И за право съемок, конечно, мы тоже будем взимать какую-то плату. Но будем надеяться, что это позволит нам укрепить свою материальную базу. А вот британские археологи не так давно высказали свое желание тоже поработать в Херсонесе. Вы знаете, не совсем в Херсонесе. Действительно, британские археологи к нам приезжали. Это было очень приятное общение. Я это называю, знаете, такой народной, культурной, профессиональной дипломацией. Санкции с санкциями, но археологи приехали. Мы в буквальном, и в прямом, и в переносном смысле общались на одном языке. Их интересует, конечно, период войны Крымской, 1854 год, потому что общеизвестно, что в Балаклаве было очень жестокое сражение кровопролитное, где британцы были разбиты русскими войсками. И в Британии есть интерес к этому периоду. Есть археологи, которым очень интересно оказаться на месте этих событий и своими глазами, участвуя в раскопках, находить артефакты, имеющие отношение к этому периоду. Но поскольку наш музей профильный, археологический, то они заехали и к нам. И мне было очень приятно после этого общения, после того, как мы показали им отдел византийской истории, византийскую экспозицию, услышать из уст археологов. Вы знаете, неважно, по какой причине сюда приедут люди, из Англии. Для нас важно одно, что приехать в Крым и не увидеть Херсонес невозможно. Вот это было самое главное. Но кто знает, сегодня эта тема интересует, может быть, потом возникнут другие интересы. Мы надеемся на контакты с коллегами. Важный вопрос. Доступность музея-заповедника для людей с ограниченными возможностями. И этот пункт тоже входит в документ концепции. Да, это очень серьезный пункт. Вот, к сожалению, не удалось реализовать вот эту историю с входной группой. Но я думаю, что мы к этой истории еще вернемся. Вот сейчас вновь отремонтированное здание античной истории снабжено специальным лифтом-подъемником для колясочников. Кроме того, установлен пандус. Ну, как я его так с юмором называю, стратегический объект. Музей-заповедник — это туалет. Ну, простите, это жизнь. И при такой посещаемости я рада, что мы смогли это реализовать. Потому что все эти коммуникации, канализация, водоснабжение, колодцы — все это было заменено, сделано. И мы взимаем плату за туалет. И я хочу сказать, что люди относятся к этому с пониманием, потому что действительно свободный вход, но это надо обслуживать. И поэтому там совершенно, как говорится, православная цена. И это ни у кого особенно не вызывает никакого отторжения. Поэтому специально сделанная кабинка для инвалидов тоже в туалете имеется. Более того, достаточно сложно колясочникам и людям с нарушениями опорно-двигательной системы выйти на территорию грозища. Но вот нам удалось заключить контракт и в конце прошлого года, и сейчас эти работы продолжаются, они перешли на этот год, почти закончены, сделать вымостку вот этих вот аллей, дорожек, которые позволяют выехать на грозище мимо так называемого шестого корпуса. И таким образом видеть вот эту красоту, вот эту 35-ю базилику, это побережье. Но это уже вот начальные шаги для того, чтобы люди могли двигаться по территории Херсонеса. Сейчас будем смотреть, как сложится наша история с электрокарами, потому что есть такая возможность организовать некое движение для людей с ограниченными возможностями и просто для пожилых людей на автокарах. Тем более, что они легкие. Сейчас мы посмотрим, какова будет нагрузка на дорожки и так далее. И это тоже бы в какой-то степени решило эту проблему. Но, конечно, наш объект для посещения сложный. Вы знаете, какие перепады высот и так далее. Мы учли это и в проектной документации на капитальный ремонт вот этого основного здания византийской истории. Проектные работы выполнены, они тоже сейчас проходят согласование, но уж дальше только вопрос один, финансирование. А для людей, которые не могут видеть, могут слышать, будут ли организованы экскурсии аудио? Да, мы работаем над аудиогидами. У нас есть договоренность с некими структурами и в этом году мы надеемся запустить программу аудиогидов. Что касается слабовидящих людей, здесь, как говорится, сложнее. Но вот есть в мировой музейной практике такой опыт. Мы это с успехом применяли в том музее, где я раньше работала, Владимира Суздальском. Мы закупили специальные принтеры, которые воспроизводят предметы в современных материалах, разработали комплекс занятий с детьми. И вот я до сих пор получаю письма от мамочек, которые благодарят за эту работу с детишками. И вот мы от этого вопроса плавно могли бы перейти к вопросу создания детского музейного центра. А в детском музейном центре как раз и заниматься подобными вещами. Есть специальные альбомы, которые позволяют ребенку пальцами почувствовать, как выглядел объект. И мы это делали во Владимира Суздальском музее. И мы разработали экскурсию. И вот вы знаете, я не могу без слез об этом говорить. У нас есть замечательная сотрудница Надежда Максимова, которая сделала экскурсию по музею для невидящих детей. И самым сложным в этом экскурсе было отказаться от слова «посмотрите». То есть надо было говорить с детьми и не произнести этого слова, потому что они не умеют смотреться. Но они умеют чувствовать и в руках опытного человека это возможно. Я думаю, что мы к этому подойдем. в Херсенесе. Светлана Евгеньевна, спасибо вам за то, что вы нашли время, пришли к нам. Программа «Актуально» подошла к концу. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова